Продолжение следует... И, скажем так, нивелирование рисков, которые могут возникнуть. Мы давали различные поручения, смотрели, как кто-то отслеживает, потому что если вдруг что... И 24-го это что произошло, собственно. И одно дело давать поручения и говорить о том, что средства, если вы используете сервисы для граждан, то у вас должна быть явная защита на уровне отказа в обслуживании, защита от актива отказа в обслуживании, должен быть там вот 7 фаервола, ну то есть какие-то такими вещами занимались, говорили, вам нужно, и смотрели, кто как исполняет. И, конечно, после 24-го одно дело, ну, например, банковская сфера, в которой все очень строго, много требований, давно Центробанк их контролировал, и уровень зрелости банков очень высок. А другое дело, соответственно, вся оставшаяся страна, огромное количество, там, включая Раивы, местные порталы и так далее и тому подобное, хорошо, у них есть это требование, но они звонят и говорят, у нас все лежит, мы не знаем, что делать. И, конечно, пришлось собирать антикризисные штабы, пришлось очень большую часть работы, конечно, проводить именно по координации, потому что нужно объяснить, как, нужно помочь связаться, соответственно, очень много кто смог зачаститься, переехав, частично переехав под ГИО, соответственно, сейчас, соответственно, поэтому так активно сейчас развивается история с ГУСТ-ТЕПом, потому что мы понимаем, что при централизации многие вопросы уходят как раз в центр, и их можно стабилизованно решить. И, конечно, когда мы с ближайшими сотрудниками посчитали 35 дней без выходных, мы поняли, что тяжело. И каждый день новые угрозы, то есть надо понимать, что наши заклятые партнеры каждый день придумывали что-то интересненькое, то сломают все, что касается опенсорца, и мы понимаем, что теперь ничему из этого нельзя доверять, то начинают ломать веб-порталы, соответственно, через различные погружаемые компоненты, и мы приходилось собирать длиннющие перечень всех используемых в рубежных библиотек, модулей и так далее и подобные, и писать в огромное количество мест, что вот проверяйте чек-лист из 70 компонентов, если они у вас есть, бегите в аналоге, потому что огромный риск того, что вас компрометируют через те или иные компоненты, ну и так далее, да, то есть работа перешла из регуляторики и такой там контрольно-надзорной деятельности в помощь и в координацию, вот такая специфика, и, конечно, огромное количество атак на тех, кто к атакам был не готов. То есть, ну, не было, вот здесь Виталий Сергеевич правильно говорил, что та же модель нарушителя, ну, не предполагала, что какой-то там ресурс небольшой, где-то там в райе, еще что-то, а вдруг будет интересен с точки зрения нарушителя, который может закладки в туок, да, представлять, мы, ну, к этому многие были не готовы.